Так начинается песня Александра Порфирьевича Бородина «Что ты ясно, Зоренька» – слова народные. Вообще, русские композиторы очень часто прибегали к народному творчеству, и это неспроста. Ведь в нем кроется сила и мудрость русского народа. Русская культура – это важная часть мирового культурного наследия. Она прекрасна и самобытна. У нее особый характер и особое величие. Русские композиторы писали свои произведения вне времени. Их сочинения звучат мощно и современно и сегодня. Александр Порфирьевич Бородин – уникальная личность. Он достиг высот в двух абсолютно разных областях – музыки и медицине. Кроме того, он занимал активную общественную позицию. Он очень много сделал для того, чтобы русские женщины имели возможность получать высшее образование. Стоит отметить, что его личность до сих пор не оценена по достоинству. Жители России, которые не интересуются классической музыкой, наверняка даже не слышали его имени. Да, возможно, на счету Александра Порфирьевича не такое большое количество произведений, как у других композиторов. Но этот факт можно объяснить через чур завышенными требованиями к себе. Место рождения Бородина – Санкт-Петербург. Он был незаконно рожденным ребенком грузинского князя. Отец – Лука Гедианов, мать – Авдотья Антоновна. О них мало что известно. Ребенок был записан на крепостного Луки – Порфирия Бородина. Гедианов не мог признать его своим, но принял активное участие в судьбе сына. Когда мальчику исполнилось 8 лет, отец дал ему вольную. Он купил большой четырехэтажный дом для сына и его матери. Авдотья Антоновна вышла замуж, родила еще двоих детей. Она не скрывала от Александра, что была его матерью, но просила называть ее тетей. Таким образом, женщина хотела избежать лишних пересудов и сплетен. Мальчик рос в хороших условиях. Его обеспечивали всем необходимым, но из-за своего происхождения он не мог получить высшее образование в гимназии. Саша обучался на дому. Надо отдать должное. Его мать приглашала лучших педагогов. Бородин преуспел в изучении языков. Особую любовь питал к музыке. Играл на трех музыкальных инструментах. Уже в детстве у него проявились уникальные способности. В девять лет Бородин написал свое первое музыкальное произведение, а в десять его заинтересовала химия. Вскоре Авдотья Антоновна поняла, что домашнего образования недостаточно. Она решила пойти на хитрость. Юношу незаконным путем записали купцом третьей гильдии. Он получил возможность обучаться в гимназии. А в дальнейшем решил продолжить учебу. Выбор пал на медико-хирургическую академию Санкт-Петербурга. Уже в детстве Александр проявил большой интерес к химии. После поступления в академию она и вовсе стала его любимым предметом. В 1853 году его заметил российский химик-органик Николай Зинин. Он оказал большое влияние на карьеру Александра. Зинин был заботливым наставником. Он много времени уделял занятиям и надеялся, что в будущем Бородин станет его заместителем. Александр, в свою очередь, был прилежным учеником, но по-прежнему испытывал страсть к музыке. Зинину это очень не нравилось. Он хотел, чтобы Бородин целиком и полностью посвятил себя науке. Когда Александр окончил академию, устроился работать врачом в госпиталь и также стал ассистентом Зинина. А в 1858 году успешно защитил диссертацию по химии и медицине. Казалось, что Бородин забыл о музыке. Его карьера в науке складывалась удачно. Однажды он отправился в командировку за границу. В Гейдельберге состоялось его знакомство с Екатериной Сергеевной Протопоповой. Девушка приехала в Германию на лечение. У нее были больные легкие. Екатерина Сергеевна занималась музыкой, была талантливой пианисткой. Она очень любила произведения Шопена и Шумана. К ней нередко приходили гости. Девушка с удовольствием играла для них. Бородин, вдохновленный чувствами и музыкой Протопоповой, вспомнил о своем увлечении. В этот период он сочинил несколько музыкальных произведений. Впоследствии Екатерина Сергеевна стала его женой. У нее был сложный характер. Но Бородин очень любил свою супругу. Он ухаживал за ней. Во время болезни выполнял функции врача и сиделки. Бородин входил в могучую кучку. Так называли Творческий союз русских композиторов, официальное название которого – Новая русская музыкальная школа. Эта организация считала своей первостепенной целью продвижение русской музыки. Основными принципами их творчества являлись народность и национальность. Композиторы обрабатывали народные песни, интересовались фольклором других стран, в особенности восточных. Творческая деятельность кучкистов явилась важным этапом в развитии русской музыки. Главным музыкальным произведением Бородина называют оперу «Князь Игорь». Работе над этим проектом Александр Порфирьевич уделил 19 лет. Она основана на знаменитом слове о полку Игореве. Либретто написано в соавторстве с музыкальным критиком Владимиром Стасовым. Бородин загорелся идеей создания оперы в 1869 году. Спустя год он отказался от этой затеи, объяснив тем, что не сможет совмещать такой грандиозный проект с научной деятельностью. Но через четыре года снова вернулся к этому произведению. В течение последующих 14 лет продолжал работу, но так и не успел закончить. Премьера оперы «Князь Игорь» состоялась в 1890 году. Опера была завершена композиторами Римским, Корсаковым и Глазуновым. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Бородин был талантливым композитором, но количество его произведений невелико. Три симфонии, 16 романсов, две оперы, трио, квартеты. На это были свои причины. Первое. Александр Порфирьевич предъявлял к себе слишком высокие требования. Он тратил много времени, чтобы добиться идеального результата. Второй причиной стала загруженность. Академическая служба, домашние дела. Порой у композитора не было ни одной свободной минутки. Возможно, если бы он выбрал одну сферу, добился бы в ней гораздо больших успехов. Бородин активно участвовал в общественной деятельности. Он приложил максимум усилий, чтобы женщины тоже могли учиться и получать высшее образование. Вообще, как известно, достоинство заключается не в обладании почестями, а в том, чтобы их заслужить, утверждал Аристотель. И Бородин их заслужил. Александр Порфирьевич основал высшие женские врачебные курсы, где 13 лет преподавал химию. Они были открыты в 1872 году при Медико-хирургической академии. Это были первые курсы для изучения медицины не только в России, но и в Европе. Смерть Александра Порфирьевича была быстрой. Последние годы он страдал от боли в сердце. В тот вечер все было как обычно. Бородин вместе со своими друзьями отдыхал на академической квартире. Они организовали костюмированную вечеринку в честь праздника Масленицы. Композитор разговаривал с Доброславиной, а потом неожиданно потерял сознание. Друзья-медики попытались привести его в чувство, но все попытки не имели никакого результата. Скончался Бородин от сердечного приступа, и было ему всего 53 года. Листая в памяти страницы биографии этого выдающегося человека, мне вспоминаются слова Альберта Эйнштейна. Самый лучший опыт, который мы можем пережить, это любопытство по отношению к неизвестному. Это фундаментальная эмоция, которая стоит на колыбели истинного искусства и истинной науки. Согласитесь, это точно про Александра Порфирьевича Бородина. Мы продолжаем программы про великую силу искусства. Следите за нашими анонсами, оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»